Слава Украине! Привет всем от Полонского! Сегодня 2 мая, это значит, что сегодня рядовщина освобождения Одессы от российско-фашистской нечисти. Помним все прекрасно, какой шабаш устроили расисты. Какой это? 14-й год уже был? Да, 14-й. Уж забывать, начинаешь. 10 лет, да. В 14-м году в Одессе, помним, да, как орды расистов шатались по городу, убивая украинцев и желая там устроить какую-то мерзопакостную Одесскую Народную Республику, ну, по типу вот этого вот, господи, прости, ДНР, ЛНР. Хотели сделать там такие же чистки, этнические, как были проведены в ДНР, ЛНР, убийства, вот эти все подвалы, вот эта вся жуть невероятная. И у них это не получилось в Одессе. Помним, как блестяще просто отработали тогда. Что интересно, я хотел сказать, спецслужбы, нет, нет, футбольные фанаты. Фактически, Одессу тогда, по большому счету, спасли футбольные фанаты. Вспомните, сколько нечисти туда сбежалось из Приднестровья. Я имею в виду ваты вот этой всей, да. Сколько туда сбежалось Русаков и так далее, и так далее. Вот этот весь шабаш в Доме профсоюзов, на этом Куликовом поле, да. То есть, вот это все, это была, конечно, какая-то жуть, я вам скажу. И, честно говоря, мы тогда смотрели с ужасом на Одессу, и было такое впечатление, знаете, что там действительно случится такой же кошмар, который случился в Горловке, в Донецке, в Луганске и так далее. Но не прошло, кстати. В Херсоне тоже не прошло. В Херсоне и так далее, что они бежали, господи, прости. В Херсоне Херсонская народная республика продержалась 40 секунд. Да, а потом, а потом ей, как говорится, наваляли местные жители, так что... Кстати, тоже абсолютно свезенная была, массовка и так далее. Ну ладно, речь за Одессу тоже. Свезли туда вату, свезли туда вот этих вот люмпинов, свезли туда всяких, я не знаю, алкашей, бомжей. Ну, как обычно же эти вот свозят. Ну вот, и решили устроить там вот этот ватный шабаш. Что из этого получилось, мы все прекрасно помним. Красавчики просто, кланяюсь в пояс, что называется, футбольные фанаты. Черноморцы, металлиста, по-моему, там были, да? Или Днепра, напомните мне. Вот, которые это все дело очень быстро прекратили. Да, это получилось несколько жестко, мы помним, как это было. Но вы знаете, честно и откровенно, если бы в Донецке в свое время была бы такая же красивая отработка, как была в Одессе, то не было бы сегодня этой жуткой ДНР, не было бы сегодня миллионов убитых. Ну, я уже говорю о миллионах. Ну ладно, скажем, не было бы миллионов беженцев, сотен тысяч убитых рашистами, да? Просто отстояли бы тогда Донецк, отстояли бы тогда Луганск. К сожалению, не получилось предательство милиции тогдашней, милиции же еще, да? Правильно я говорю? Да, и предательство спецслужб полнейшее шло тогда, и не на кого было опираться. Что там говорить? Видите, в Одессе тоже они предали, что вы не сомневайтесь. Помните этого главмента ихнего и так далее, и так далее. Там то же самое было. Фактически это был саботаж со стороны милиции, которая прикрывала этих боевиков российских, и которая создала им все условия для захвата власти в городе и для массовой резни украинцев. Но что-то у них пошло не так, просто потому что нашлись молодые люди, которые повернули вот это жуткое течение событий вспять, которые дали, как говорится, заслуженное наемникам иностранным из Приднестровья, из других точек, да, которые там были. И те, которые, скажем так, отстояли украинскую Одессу, наша. Одесса-мама, это Украина. Если кто-то думает иначе, то он мудак, все же я могу сказать. Так что, ребятки, сегодня большой день, сегодня, знаете, был, это такой день, когда вот действительно гражданское общество показало, что в случае даже саботажа со стороны силовых структур, которые должны были ватный шабаш искоренить на корню, но этого не делали на тот момент, гражданское общество вполне себе в состоянии само себя защитить. Гигиена прежде всего. Слава Украине!